Месяц без горячей воды. Элеонора Архипова живет в доме номер один по улице Седова уже 30 лет. За все это время не помнит, чтобы проблемы с внутренними коммуникациями дома решались так долго. 22 сентября в подвале установили счетчик тепла и обнаружили утечку горячей воды. Ее отключили, при этом сроки ремонта все время переносили с одной даты на другую. А жильцы дома вынуждены греть воду в кастрюлях. Сказали, там быстренько сделают и подключат. 25-го обещали, не сделали. 27-го обещали 30-го. 30-го перенесли на 9-е октября, с 9-го октября перенесли на 17-е октября. Ну, как видите, ВОЗ и ныне там. Мы сидим без горячей воды. Я сегодня звонила на 15-80, очередной диспетчер под номером 8. А, вы дозвонились? Под номером 8 с утра мне ответила. Да-да-да, там у вас прорыв. Срок продлен по 31-е октября. И у меня тоже муж инвалид. И я каждый день грею воду и ношу. Это довольно опасно. Люди недовольны работой КП на Ашемисту. Раньше, говорят, было лучше. Ну, таких, как вот сейчас, проблем у нас еще в доме не было. Поменялось, говорится, название и поменялось все. Наше место поменялось. Было основание и были ЖЭКи. При ЖЭКах или Прэжа, все. При них были еще и слесаря. Тогда вопросы обслуживания дома решались быстрее. Были свои слесаря. И по малейшим проблемам мы звонили слесарям. И они приходили по малейшему требованию. Жильцов устраняли твои проблемы. Ну, а сейчас мы не можем не дозвониться ничего. И как решать проблемы дома, если случится что-то аварийное, когда недоступен полностью 15-80, мы не знаем. Слесарь все-таки приходил оценить объем работы. Но даже с этим коммунальщики определиться не смогли. Заходил слесарь, смотрел, сказал, там 40 сантиметров где-то трубы, которые надо замену производить. Но хотя в 15-80, там 4 метра. Еще больше эта ситуация возмутила жильцов, когда им пришли счета на содержание дома с новыми тарифами. Вопрос. Мы получили платежки за содержание дома, которые возросли в два раза. Вопрос к властям. За что мы должны платить? Такие суммы, которые, если ничего, не делаются. Для того, чтобы разобраться в ситуации, нам пришлось сделать не один телефонный звонок. В конце концов, подрядная организация приступила к работам. Мы же попросили объяснить, почему ремонт не сделали раньше, и людям пришлось ждать целый месяц. Раньше мы занимались, скажем, аварийными отключениями по отоплению. Нам приходится выезжать на своего рода аварийные вызова и запускать в первую очередь. То есть у нас акцент был в первую очередь поставлен на отопление. По словам подрядчика, слесаря будут полностью менять трубы. Рванула металлическая труба, поставили там хомут, но дальнейшая эксплуатация уже прогнила металл. Поэтому мы сейчас делаем замену металла на пластик. Работы пообещали сделать за один день и пустить воду по трубам. Я думаю, что сегодня вечером жильцы Седова-1 будут с горячей водой. По требованиям техники безопасности мы не смогли остаться и посмотреть, как ведутся работы. Но решили приехать вечером и проверить правдивость слов подрядчика. Уже вырезали металлические трубы. Все те, что были гнилые, врезали резьбы. И сейчас, в данный момент, паяют пластик. Планируем заменить 28 метров. Из них уже заменена половина. Я думаю, что в течение часа-полтора люди будут и с холодной, и с горячей водой. То есть это приблизительно? Около 20 минут. На следующий день мы снова встретились с Элеонорой Архиповой. Женщина рассказала, что воду дали только днём. Мы хотим поблагодарить социальный патруль от имени жильцов нашего дома, у кого нет бойлеров, кто месяц просидел без горячей воды. Мы рады, у нас сегодня дали горячую воду. Только пошла вода, у нас уже все практически, кто сидел, все сидят по ваннам. Все уже купаются.